Озаботились все в мире Белоруссию? Смотрите, министр иностранных дел Украины, хотя вы его вряд ли когда и слышали, они все невзрачные у нас такие. Белорусский народ исторически принадлежит к европейской семье Кулеба. Но не только министр иностранных дел, вы что знаете, министра промышленности, министра связи или чего-то там еще? Министра экономики разве знаете? Был когда-то Милованов, который говорил, что стучать это хорошо, способ выживания. Помните такого? Сейчас он обратно при хорошей должности, все при хорошей зарплате. Но сейчас МИД Украины много делает резких заявлений в отношении Германии, Франции, США. Но это кукловоды мира разрешают гавкать, поэтому так оно все происходит. Потому что в других случаях один звонок с посольства и все сразу прекращается. Так сейчас мир устроен. Внешнее управление называется. И вот он, министр иностранных дел, прокомментировал заявление Беларуси о приостановлении участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство». И вот его прямая речь. Можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени не заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко. Потому что Беларусь заявила, что приостанавливает свое членство в инициативе «Восточное партнерство». А что они хотели? Они поводили санкции на их грузовики, продукцию химической промышленности. Белоруссия будет терпеть 7,5 миллиардов убытков долларов в год. Так что белорусы будут еще и, как говорится, чуть ли не членские взносы платить или что они хотят. И вот как следствие тоже, смотрите, вот тут глава Евросоюза тоже из «Восточного партнерства» на следующий день, на вторник, как вот новость, назвал шагом назад приостановление Лукашенко, они как с дуба упали, честно говоря. Потому что берут их, гновят, как говорится, санкциями, чтобы, как там цели их не были, сделать от голода, чтобы начались народные волнения, довести страну до разрухи, до голода и чтобы скинуть Лукашенко. Но вы представляете, какие у них цели и, как говорится, чтобы голодали люди, друг друга там в Белоруссии чуть ли не убивали, и тогда они вернутся в европейскую семью народов. И что это за европейская семья народов, какие страны входят? Вот в Википедию «Открыть» «Восточное партнерство» – это проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза шестью странами бывшего СССР. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина. Ну, они и так нам не разрешают фактически ничего туда продавать своего, квоты поустанавливали, вот такое у них партнерство. Украина, Грузия и Молдавия объявили о вступлении в Евросоюз с целью своей внешней политики. Ну, когда их примут, если коррупция, к примеру, в Украине? Что если свои олигархи воруют у народа, оставляют их без медобслуживания, без образования свой народ? И что их примут в Евросоюз? Такие страны. Ну, это как бы вот сайт официальный этого «Схитного партнерства» открыть тут в Википедии ссылка. Не знаю, откроется он, не откроется. Что-то открывается. Вот это сайт официальный, эта программа еще дальняя. Нужно выходить из всех этих международных институций. Вот этот международный суд по правам человека у нас, получается, коррупционера уволили, в тюрьму не посадили, хоть он там накрутил, навертел дел. А Евросуд его берет, восстанавливает с должности и говорит, заплатите ему пару миллиончиков зарплаты за пропущенные, чтобы его незаконно уволили. Вот так вот. Ну, тут еще язык русский, этого «Схитного партнерства» на сайте предлагается. Только один язык, видите, английский и русский. Восточное партнерство. «Иностранные дела», «Вакансии», «Гранты» для СМИ. Ну, что тут они для средств массовой информации, какие пресс-релизы. Медленно сайт у них работает. Экономят на откатах, наверное, чтобы купить нормальный быстрый хостинг. Избранные статьи, видеогалерея. Уже такое жлобье, что даже тут на хостинге сэкономили. А чтоб еще Белоруссия там состояла. Украина что получила? Что, вон, всех пускают в Германию. Там вот видите, ЧП какие с этими выходцами с Африкой. А украинцев туда, в Германию нельзя. Но тут, если посмотреть на, что такое вообще европейские народы, и как это все понимать. У нас европейские народы. Тут, как говорится, у нас деревни жили в Белоруссии, в Украине. С живьем, с людьми. Мы-то уже узнали, что это за европейские народы. Кто мы, славяне? Славяне, мира – это 384 миллиона человек в 14 странах Европы и их диаспор. Крупнейшее в Европе этноязыческое сообщество. Славянство – это не национальность, не этническая группа. Это способ жизни, традиции, обычаи, культуры, жить, отдыхать, работать, защищать себя от врагов. Вот подумайте над этим определением. Остановите видео, потому что вам с телевизора много всякой чепухи рассказывают. Вот прочтите еще раз про себя. Культура славян уходит вглубь тысячелетий, как минимум 7529 лет. Насчитывает последнее официальное летоисчисление самобытности и государственности славянских народов. Бывших тогда 7,5 тысячелетий тому еще одним целым. Петр I в 1700 году отменил вот этот календарь и ввел нам, чтобы не обижать христиан и европейцев, их не летоисчисление. У нас сейчас 7529 год идет. Лето. Славяне Украины 96% от всего населения государства. Это сегодня самое большое этноязыковое сообщество в составе украинского народа. Вот определение, вы смотрите, этноязыковое. Основу которого составляет народ украинцев, предки которых были русами, русичами. Славяне всегда были сильными, когда были вместе. Славяне будут непобедимыми, когда смогут объединиться. Для славян ради единения, союз ради единения, это жизнь и будущее. Для славян раздор, это гибель и небытие. Славянам Украины нечего делить, а есть что объединять. Ну вот видите как, прочтите вот это все, вот я остановил, чтобы уже ваше время не занимать. Тут этнические группы описаны. Единение славян, потому что все у вас утягивает вас в другую сторону. А надо думать, видите, Беларусь не хочет быть в семье европейских народов. Европейские народы хотят, чтобы у них холод наступил и беспорядки, и вымирание, падение всей промышленности. А они будут им, как говорится, делать план участия в их всех этих вот грантах. А это все тоже экономическую подоплеку имеет, потому что туда поставляются европейские товары, вытягиваются лучшие умы, программисты, инженеры и все остальное. Так что никто нам бесплатно ничего не дает и бесплатно ничего не предлагает. Каждая страна заботится о своем народе. Ну зайдите на YouTube канал. Вот интересное видео вчера. Культура на прикосновение. Как для слепых сделали выставку картины. Какие картины для слепых. Какой они формы и все остальное. Посмотрите, почитайте на YouTube канале. Под видео есть переход, как перейти. Много будет вам полезного и знакового. Спасибо. 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 Спасибо.